так ребята всем привет у нас сегодня вот такая вот погодка пасмурно слава богу дождик закончился и пока мы сейчас с вами двигаемся по пробочке двигаемся в сторону фруктов там у нас много объектов там много снимаем для вас ремонтов вот и по пути давайте знаете на какую тему с вами поговорим потому что интересные темы сейчас новые какие-то появляются в плане того что например застройщики которых я в прошлом видео с вами поговорил что они будут принимать какие-то интересные программы можете посмотреть предыдущие но было вчера видео вот сегодня тоже но получил такую информацию о том что застройщики уже начали предлагать свои предложения в ипотеку да то есть квартиры и дополнительно делать будут ремонт вот я честно говоря не видел качество конкретно допустим этих застройщиков сочи которые там выполняют ремонт мы это возможно мы увидим когда-нибудь позже как только они будут сдаваться эти квартиры и люди их оценят но первично я могу просто высказать свое мнение что такое ремонт от застройщика особенно когда он там делается в типовом проекте то есть в понимании у людей ремонт от застройщика да это то что вы там придете расскажите ваши пожелания выберите цветовую гамму и все но вы знаете вот если в москве там не знаю там может быть пик предлагает буквально пару вариантов до цветовых каких-то решений не более того но вот смотрите есть стандарт по которому застройщик делают вот типовые свой ремонт это как минимум допустим вот то что я видел в пике до в москве вот то есть от застройщика ремонт я честно говоря удивился да потому что вот у нас даже есть например какая-то студия в которой мы делаем ремонт мы говорим сейчас даже о черновом ремонте к примеру да где мы выравниваем плоскости стен все что они ровные где мы по делаем необходимую проводку например именно электрическую ту которую необходимо для клиента да и делаем из госта кабеля и так далее где щиток с автоматом предусматривает отдельные отдельные автоматы под например кондиционер если от студии один там где-то 2 например под стиральную машину например под посудомоечную машину например под плиту какой-нибудь про такие вот нагревательные элементы до которые имеют повышенную мощность вот под теплые полы отдельный автомата когда я увидел от пика сам щиток на трехкомнатную квартиру он меня просто можно сказать в шок я ввел ну а как так то вот буквально там несколько там насчитывал я не знаю но может быть 5 лишь или семь автоматов всего на все то есть получается если вам воткнули розетку где-нибудь в спальне да вот вы под эту розетку тогда и планируете устанавливать какую-то мебель ну вот и все если вы хотите там своеобразную какой-то кухонный гарнитур где вам необходимо свое количество розеток то у вас этого не будет то есть вам это нужно будет делать переделывать самостоятельно вот например сейчас мы в некоторых квартирах вот несколько квартир мы делали в сочи парке да то есть white box который сделал застройщик блин я конечно понимаю что когда они допустим строить что-то да под этими стенами может перегородками или под кривыми например какими-то бетонными стенами все эти косяки можно скрыть вот этим white box'ом ну там все надо переделывать там даже стены неровные вот кто бы сейчас к нам не обратился по ремонту с white box'ом от застройщиков которые там делают не только сочи парк а остальные все ребята все стены вот посмотрите в каравели португалии мы показывали все это отбивали потому что не откосы нормальные не сделаны не ригельная система которая применяется в каких-то из комплексов я не говорю про сочи парк да делают санузел выделяют например да ну под такой клетушечные я вам скажу я не знаю как там расставлять всю эту сантехнику чтобы вы там развернулись и у вас в принципе не будет никакого больше там пожелания чтобы что-то переделать потому что это невозможно потому что коммуникации именно так заложены что расширить этот санузел крайне сложно либо за счет жилой площади уже до которой так мало и который стоит бешеных денег при этом вот сделают не несколько каких-то розеток вот какой-то да нелепые там с тремя какими-то автоматами самыми дешевыми вот этот щиток да и считаю что это white box готов там мы поставили они батарею потому что по фз 214 надо сдавать чтобы уже были установлены вид отопления какой ну практически все переделывается это также как вот мы например сталкиваемся с фруктами например да вот то есть все вот эти перегородки которые застройщик положил это все идет на мусорку просто потому что первых это гипсокартон уже не применить практически никуда во вторых вот все те перегородки которые они там ставят как бы на них плитку уже не положишь хоть они там и говорят вот двойной и так далее ну кто-то из каких-то знаете заказчика может быть и делает так я вот честно говоря мы сразу выкидывают все коммуникации зашивают вот гипсокартоном как можно гипсокартоном зашивать коммуникации ну вот вы мне объяснить если эти же коммуникации сверху могут затопить вашу же квартиру и все это придет в негодность и за затопит вас вашу на квартиру в то время когда если вы выложите блоками как положено то они хотя бы спасут от наводнения понимаете вот чем вопрос я вот здесь вот не вижу никакой экономии поэтому те люди которые хотят и думают и планируют покупать так сказать квартиры с ремонтом от застройщика хорошенько подумать это не потому что например вот мы занимаемся ремонтами они составляют нам какую-то конкуренцию абсолютно нет про просто потому что люди будут покупать такие потом квартиры и потом говорить вы знаете переделайте а за переделку придется платить поэтому я и предупреждаю о том что все вот эти вот перегородки который застройщик ставит электропроводку которые там делать и не только я говорю про те новостройки которые сейчас по фазе именно строить я сейчас такие и застройщики которые апартаменты наделают какие-то да потом вот нам приходится переделать мы уже такое делали мы показывали в чем подвох в чем разница понимаете плоскость там по штукатурке никто не соблюдает вы когда покупаете такую квартиру вы не подходите с собой не берете правило там двух с половиной метровые там хотя бы до для того чтобы увидеть действительно ли все это нормально сделан другие вам скажут да ничего страшного здесь до штукатурить можно немножечко и все а вот это вот на старую штукатурку как бы новая штукатурка не особо-то хорошо и ляжет она забухтит и будет так сказать отваливаться а компания которая будет производить вот эти ремонтные работы она берет на себя вот эту ответственность поэтому вот именно я вам сразу предупреждаю те кто возможно планирует с нами ремонт и так далее если у вас готовы есть white box неважно мы будем приходить и смотреть качество если вас устраивает именно это качество штукатурки которые сделал застройщик например вы там под сдачу например сдаете квартиру вы считаете да пофигу пускай такие будут стен если вы не будете делать там например покраску стен где нужно идеально просто идеально под лампочку делать всю плоскость которую можно сразу заметить с кривыми стенами то пожалуйста мы оставляем стены как есть вот и не выравниваем и не даем гарантию именно на саму штукатурку вот и все вот но как я еще хотел бы добавить чаще всего встречается еще такие позиции как вы знаете когда человек берет свободный например планировки чем уж там говорить с white box am от застройщика не то что там вот эти стены они там мешаются или не только по планировке еще и меняет мокрые зоны например да если такое встречается если человек хочет там это все сделать пожалуйста имейте ввиду что за вот эти вот мокрые зоны и ответственность лежит именно на вас в первую очередь то что вы объединяете зону с балконом и так далее это все ложится на ответственность самого заказчика мы здесь не предоставляем услуги по узаканиванию таких планировок и так далее мы просто с этим не связываемся если заказчик зато любой каприз за ваши деньги но вы согласовываете это самостоятельно заказывать узаканиваете тоже самостоятельно у меня есть юристы в принципе которые этим занимаются это все стоит денег пожалуйста если прямо принципиально нужно будете это зарегистрировать я думаю что мы посоветуем вам людей которые вам в этом плане помогут вот также хочу обратить внимание на то когда вот предлагают допустим ремонт от застройщика еще хотела на что обратить внимание что вам это предлагает не за отдельную плату до что вот допустим вы купили квартиру потом допустим вы собственными средствами пришли и выбрали тот ремонт который вам предложит застройщик оплатили а вам предлагают это в кредит то есть вот представьте себе мало того что у вас есть общая например стоимость квартиры общий вот как сайт баланс вот это так с платежом по ипотеке здесь столкнулись парочку автомобилей с проедем так у вас еще увеличивается платеж но многие скажут ничего страшного две там три тысячи в месяц платеж там не 40 там тысяч будет там не 50 а 42 45 там 52 42 вот но это же общая сумма понимаете это как допы навяливание на машины то есть застройщики сейчас будет предлагать именно таким людям у которых нет возможности потом это делать и типа они за зайдут и ничего делать не нужно было еще раз я повторюсь когда вы столкнетесь с расстановкой мебели установка возможно какой-то сантехники и с теми плюшками которую вы бы себе сделали и к чему вы привыкли у себя в квартире если вы живете например новостройки так где у вас есть теплый пол которого не будет где у вас будет предусмотрен кондиционер там трасса кондиционер которую не предусмотрит застройщик понимаете потому что тяп-ляп это все наделается и потом буквально через допустим пожив там пару лет все равно захотите сделать ремонт и любая там допустим там любой любое изменение какое-нибудь да которая потребует деформации то есть стены какой-то или еще что-то за собой потянет уже остальную чистого ремонта поэтому там и черновой чистовой и так далее хорошенько надо подумать вот если вы сталкивались с ремонтом от застройщика в том числе не только сочинского да напишите в комментариях мне просто хочется услышать ваше мнение например того же пик который вот я увидел какие у них кривые стены из каких дверей которые мне кажется они через буквального один год не простоят набухнут и уже начнут скрипеть и так далее то есть вы заплатите деньги вместе с процентами по итогу получите переделку за которую опять же в двойном размере нужно оплатить а если вы взяли квартиру в ипотеку вы заплатите за этот ремонт в тройне то есть чтобы вы понимали первое вы оплачиваете по стоимости тяп-ляп второе за то что вы переплатите процента 3 запереди вот как поэтому мы от этого абсолютно не страдаем потому что будет варианты как с ремонтом для клиентов для покупателя так и без ремонта те люди которые захотят именно дизайнерский например какой-то проект но они в жизни не будут думать о том что переплачивать за тот же white box например кроме тех квартир которые нужда строчка который предусматривает изначально то есть нет простой минималки там где нет white box а так вы реально переплачиваете за это они я вам скажу что просто тупо вот этим white box'ом закрывает свои косяки которые по качеству они бы грубо говоря не сдали потому что там и качество монолитной конструкции имеет свои госты и так далее достаточно много там косяков потому что когда ты видишь и такой и такой пример ты сразу понимаешь что они там скрыли и как они там сделали в общем что ваши комментарии по этому поводу интересно слышать ваше мнение может быть вы уже сталкивались может быть даже и есть какой-нибудь застройщик например да может краснодаре не знаю который например делал очень хорошие ремонты и люди как бы с наименьшими потерями заходили для себя тоже напишите в комментариях хочется слышать ваш мнение может вам и понравилось все мы едем дальше подписывайтесь жду ваших комментариев пока